Добрый день! Вы на канале Мурашник в Дома. В прошлом видео мы показали открытие первого животноводческого комплекса по разведению мучеников. Тогда мы пообещали отдельным видео показать процесс охоты наших муравьев. И это обещание мы сегодня выполним. Однако в результате наблюдений за семьей жнецов мы постоянно натыкаемся на интересные сценки из муравьиной жизни, которыми мы тоже хотим с вами поделиться. По этому видео мы начнем с двух интересных наблюдений, а кадры муравьиной охоты оставим на десерт. И начнем мы, пожалуй, с такого неожиданного проявления муравьиного интеллекта, как наличие у наших жнецов наблюдательной башни. Да-да, наши муравьи оборудовали наблюдательный пост, использовав для этого поилку, стоящую на арене. На ней постоянно дежурят от двух до семи муравьев, которые располагаются головами в разные стороны, охватывая взглядами всю арену. Пост функционирует постоянно, хотя количество муравьев на нем может варьироваться. Мы постоянно наблюдаем за стражниками на башне, действия которых напоминают организованное поведение охраны средневекового замка. Эта стража зорко наблюдает за окружающим миром, и если мимо них проносится пинцет или кисточка, то стража поднимает голову вверх, грозно щелкает челюстями, даже пытается вцепиться в незваных гостей. Второе событие, произошедшее у нас в фармикарии, это появление крылатой принцессы. При этом есть еще несколько куколок принцесс, которые постепенно дозревают, что видно по их характерному потемнению. Еще немного, и наша королевская семейка резко увеличится. Будет интересно посмотреть, будут ли принцессы чинно сидеть в общем покое, или разбредутся в разные стороны по всему фармикарию. Также, наблюдая за принцессой, я подсмотрел интересный кадр. Рабочий дал принцессе что-то похожее на яйцо, и та взяла его в свои мандибулы. Кадр получился не очень хороший из-за бликов, но вполне различимый. Скорее всего, это неоплодотворенное яйцо, которым рабочий решил подкормить принцессу, ведь ей нужно накопить запасы к будущему лету. Ну а теперь пришло время перейти к главной теме нашего ролика – муравьи на охоте. Хотя жнецы в природе и не являются активными хищниками, но тем не менее подбирают мертвых насекомых, а кроме этого отчаянно защищают свой муравейник. Я хотел проверить теорию, согласно которой, чем больше колония муравьев, тем активнее и агрессивнее действуют ее солдаты. И вот, на арену падают две бронированные личинки мучника. Ну что ж, теория в общем подтвердилась. Мирные девочки-жнецы, не раздумывая, атаковали добычу, оказавшуюся в охраняемой зоне недалеко от входа внутрь родного дома. Не было никакой паники, не было робких подходов и ощупывания добычи усиками с отступлениями и новыми подходами. Личинки не бегали по всей арене. Жнецы скрутили их практически мгновенно. Причем одну из них муравьи почему-то прижали к поилке. Возможно, они сочли, что так им будет проще удерживать добычу. Тактика охоты на личинок была в общем одинаковой. Два муравья хватали личинку за два конца, словно тузики колбасу, стараясь растянуть ее и лишить жертву возможности к сопротивлению. А еще пара солдат скрывали броню посередине. Несколько минут и все кончено. А личинка уже заносилась внутрь. А там на обед подрастающему поколению муравьев. В дальнейшем я еще несколько раз давал личинок муравьям. И каждый раз они буквально хватали их на лету. Будет неправдой сказать, что это первая охота жнецов. Четыре года назад я нашел в муке мелких гусениц и отдал их мурашам. Тогда мураши справились с добычей, но молодая семья была менее решительной, а одна из гусениц даже какое-то время ползала по арене. Вот такие они жнецы. Могут быть не только собирателями, но и вполне успешными охотниками. А на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и до следующего видео.